Вот есть такое понятие, как достоинство. В либеральной системе это одно из самых священных понятий, достоинство. Но очень важно не придавать этим ценностным идеям, этим ценностным факторам человеческой жизни ни политической, ни идеологической оценки. Вот я как человек религиозный, как православный человек, я отталкиваюсь от первоначального понимания достоинства. Но давайте лучше скажем о том, как сейчас воспринимается достоинство. Достоинство — это некое убеждение человека в его автономии от других. Не в полной автономии, в частичной. Его независимости от других людей. Это во многом в современной культуре провоцирует взгляд сверху вниз на другого человека. Если такого человека чуть-чуть попытаться сдвинуть куда-то, чуть-чуть наступить на его эту самость, то реакция может быть такая, как раньше, вот когда на дуэль вызывали. Человек чувствует оскорбление своего достоинства. А вот я вспоминаю, и просто и вам хотел бы напомнить историю христианского мученичества. Люди на мучения шли, на страдания, не теряя никакого достоинства. А даже героизм людей в военное время, ну как же так? Там ведь все раздавлено, все достоинства. Человек в камере, избитый, а достоинство сохраняется. Вот от достоинства, так же, как и совесть. Это Богом данная сила, вложенная в нашу природу. И она, в первую очередь, связана с самой природой человека. Бог создал нас по своему образу. И вот тот факт, что мы созданы по образу Божьему, он и формирует достоинство человеческой личности. В этом смысле даже преступник обладает антологическим достоинством. Опять-таки, не эмпирическим достоинством. Какое там эмпирическое достоинство? Преступник, вор, грабитель, убийца. Какое там достоинство? А антологический, как человек. И из этого проистекает гуманное отношение к преступникам. После того, как они, допустим, осуждены судом. Нельзя издеваться над человеком в тюрьме. И не потому, что он хороший или плохой. А потому, что нам не дано издеваться над этим человеческим образом, который отображает в себе образ Божий. И какая же сила у такого достоинства? Вот этот самый надувающийся пузырь человеческого достоинства, который произрастает на, как я сказал, на некой независимости, автономии, это чаще всего у людей состоятельных появляется такое чувство. Я все имею, я самодостаточен. А раз я самодостаточен, то и у меня формируется этот взгляд сверху вниз. Где-то в далекие годы, это было в 70-х годах, я был в Сан-Франциско. Тогда редко советские люди за границу выезжали. А я по роду своей службы был в Сан-Франциско. И ехал в маленьком грузовичке с одним монахом, священником. Монах был непростой, из аристократического русского рода. Он был графом Урусовым. Но принял монашество, жил как монах, в такой бедности. А на грузовичке развозил поддержанную мебель для бедных людей. Человек был очень образованный, интеллигентный. И вот с таким внутренним достоинством. И мы едем впереди. Впереди какой-то стоит огромный автомобиль. Сидит там развалившись вальяжный человек. Он так спокойно смотрит и говорит. Отец Кирилл, вот этот впереди, это впереди, это мыльный пузырь. Он говорит, что вы говорите? Да, мыльный пузырь. А для того, чтобы проверить, достаточно к его заднему бамперу прикоснуться. И посмотреть, какая будет реальность. Я говорю, отец Андрей, ради бога, не прикасайтесь. Потому что тут еще полиция может вмешаться. Но я представил себе, вот этот величественный человек, самодостаточный. И вдруг кто-то ему стукнул в бампер. И все. И сдулся пузырек. И нету никакого достоинства. И будет готов разорвать на куски. Вот это такое очень важное понятие человеческого достоинства. Субтитры создавал DimaTorzok